МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Октябрь уж наступил. Уж роща отрехает последние листы с ноги своих ветвей. Дохнул осенний хлад. Дорога промерзает". Промерзает, кстати, не только дорога, но и красноярцы, которые не успели утеплиться к сезону. Каким образом красноярцы согревают себя и друг друга, узнаем прямо сейчас. Как вы согреваетесь, когда вам холодно? Ладно, сейчас октябрь, но когда действительно какие-то суровые холода, как вы согреваетесь? Согреваем, побольше работаем и согреваем, да, ребята? Больше бери, датчики кидай. То есть физический труд помогает согреться? Физический труд, да, помогает. О, отлично. У вас тоже получится. Не комментируйте, говорите, правильно ли? Можно вас на полставка на работу брать к нам? Как говорим, с микрофоном лучше работать. Лучше работать. С микрофоном лучше работать. Сложность нашей службы заключается в том, что мы несем службу в любые погодные условия. То есть это несмотря на то, что идет дождь, снег, низкие температуры. И мы стараемся привыкнуть к этим условиям и не боимся трудностей. В этом нам помогает, в первую очередь, форменное обмундирование. Вы можете увидеть, насколько толстое тут все это ватные, прям настолько ватные штаны, что в них можно даже, наверное, испариться зимой. Он же закрывает спину. Ну вот, обратите внимание, высокая посадка. На самом деле, в этом плане он удобен. Что касается верхней части, здесь я вижу... Такой бушлат, да. Бушлат имеет подстежку. Видите, подстежка очень теплая. Я часто вижу сотрудников полиции в шапке с завязанными ушами. Вот, когда совсем холодно, вы позволяете себе снять уши, развязать их вот здесь? Я просто ни разу еще не встречал. Все правильно, правильно, что не видели, не позволяем. Ну, то есть, в любом случае, даже в лютый мороз вы должны выглядеть солидно. Пусть уши... Конечно, чтобы было статистический вид, офицеры. В тот момент, когда нас застает дождь или мокрый снег, и необходимо сохранить форму сухой, мы одеваем вот такие вот дождевички, которые имеют защитный цвет, отражающий, и спасают нас от осадков, чтобы сохраниться в тепле и сухости. То есть, в целом, вы абсолютно полностью с ног до головы укомплектованы, и, в принципе, мороз вам не помеха. И готовы всегда выполнять свои должности. Отлично. Я вот смотрю, у вас аномбардические перчатки. Скажите, чем это обусловлено? Тем более холодом. Если бы замерзающий красноярец симпатичный попросил вас поделиться с ним своим теплом, посредством обнимашек, вы бы согласились? Конечно. Нет. А почему? Я холодная, я боюсь, что заберу последнее его тепло. Неожиданное предложение. Честно говоря, не знаю, может быть, несмотря на этого горожанина. Вот я сейчас очень сильно замерзаю. Помогите мне, пожалуйста. А, вот. Ну, давайте. Ой, спасибо вам большое. Сразу как-то так теплее стало. Спасибо вам огромное. Как же хорошо, что на улицах нашего города, да и не только, встречаются красноярцы, которые готовы помочь своим теплом. Будьте добры друг другу, и тогда вам всегда будет тепло. Смотрите «Утро на Енисей» и будьте счастливы. Спасибо вам большое. Продолжение следует...